Друзья, мы отплываем от острова Мальта, от места, которое называется Слима. Сейчас завершим такое небольшое круизное путешествие. Должны нам какие-то пещеры показать. В общем, какие-то интересные и красивые достопримечательности должны сегодня увидеть. Вот эта вся набережная идет. Это у нас город Слима. В той стороне находится Сан-Джулианс, в той стороне находится уже, если вот так вот идти, находится город-балет, столица этого острова. Вон там она лежит. Сейчас я вам ее тоже покажу полностью. Места очень красивые. Вообще здесь чем теплее становится, тем становится красивее. Что-то говорят. Купогао не будет ехать, да? И на левом праве вы видите Мануэл-Иланд, который был называемым Бишопс-Иландом. Это был назван после порту-португского гранд-мастер Мануэл-Набилена, который был руководителем этого иллюзия. Это было бы на самом деле иллюзия, но сейчас это будет внести к нейландом, где литер-стон-бридж, situированным в городе. Вообще сейчас вода стала прозрачной и выгляделясь. Вот это вся старая часть города Валетта, столица этого острова. Если будут на русском языке говорить, то будет очень хорошо, но... Сомневаюсь, хотя вы должны говорить, потому что здесь очень много русских экскурсий и русский язык как бы популярен. То есть видно, что русская часть туризма развита здесь. Ну, скорее всего, только на английском и на немецком будут говорить. По большому счету, вот место, которое мы сейчас приезжаем, вот это старый город Валетта, это является самой красивой частью этого города, да и вообще вот этого, скажем так, почти всего острова. Конечно, здесь еще много таких красивых мест, но этот старый город... Валетта, который был построен в 1726, который был построен в 1726 французский архитект Франсуар де Мондион. Валетта, в его руководитель, который был построен в 1826, в 1726 французском. В Продолжение следует... 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 Продолжаем нашу экскурсию. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, с Ингушетти. Когда-то, когда-то просто есть вверх. А давно здесь уже? Да, коротень. Нравится? Нравится? Да. Ну, у нас пока ничего такого не случалось. Мы вчера заселялись. А так, конечно, погода хорошая. Отель хороший? Ну, это Писвезды, но там же есть. И мы прямо на Променаде шли. Здесь просто отели, это очень сложно. Я долго набирала. Мы такое оптимальное у нас, по цене качество. И на Променаде, и там рядом дискотеки, магазины. Между Слимой и Санкт-Петербург. Но это не в Сан-Джулиасе? Между Слимой и Сан-Джулиасе. А, между Слимой. Нигде самый пятачок дискотек? Нет, не там? Чуть подальше. Чуть подальше. Ну, там, в принципе, это одна дорога. Там Плаш называется. Потом там по дороге идете, там Макс, парень работает. Он вас увидит, в любом случае, на русском, говорит. Тоже вас заведет свое заведение. Как бы одна дорога там идет. Там нету такого, что не разгуляешься сильно. Слева военные корабли были. Вот эти военные корабли, друзья, следят за тем, чтобы сюда разные ненужные личности не проникали. И так же они смотрят за тем, что происходит в море. То есть, если какая-то помощь нужна, нам помочь надо еще что-то. И, конечно, мы с вами приехали. Или, как вы выбрали. И, конечно, мы с вами приехали. Или путевки, пакеты, как вы брали. И перелеты, гостиницы, пакеты. То есть, как говорили, чем вы здесь. Без этого, да? Без заготовок, там, пакетов или как. Просто сели, выбрали отель. Ну, авиаперелет, трансфер до отеля, отель, все. Ага. А сколько всего дней? Семь. Семь дней. И потом обратно. А вы тут живете? Нет, здесь где-то месяц. Сейчас. Я вообще еду в Голливуд, если так говорить. Вот «Отзор ТВ», это мой сайт, мой блог. Вот, снимаю всю дорогу, уже полтора года примерно еду. И разные страны, и города, там, села, деревни. В общем, еду. Так что, есть там предложение, чтобы это окупилось? Да, меня зовут, я просто никак не доеду. Каждый день зовут. Спилберг звонит, да. Форт Коппола звонит. Говорит, когда же ты будешь? Я все еду, еду. Скоро будет. Про паспорт Сицилии. Да. Вот. Поэтому. Какая-то женщина. Где? На башню? Да. Да, там это стоит, там часы. Да. Да. Ну, не ровными. Фрукты лучше всего на этих, на этих вагонщиках, не вагонщиках, а эти машинки. По всему городу они стоят, подъезжают в которых машинки. Потому что магазинов, вот где эта башня, допустим, там есть магазин «Видал», наверное, знаете, да? Ну, сеть, она такая известная по всей Европе. А здесь нету просто таких сетей, как сказать, своей какой-то больших сетей нету здесь. И здесь вот этот «Видал» есть. Вот там чуть дороже получается. А так, если вы фрукты берете, то лучше всего на улице эти машинки становятся. Лучше они убрать. И дешевле, и вкуснее там еще. Мы что-то не везли машинку просто поедали. Вот везде по набережной. Вот сейчас вот вечером они, естественно, закрываются, но они утром подъезжают. Машинки свои выгружают. И, как бы, можно... А где мы сейчас были? Да, справа стояло сейчас только что. И слева тоже там стоят. Они по набережной как-то стоят. Очень вкусно здесь, я не знаю, если вы любите мясо, здесь очень вкусно баранина. Ну, где же? Тоже по этой же набережной. Там идут вот эти турецкие. Как бы кебабные вот эти, да? Но именно здесь, почему я именно здесь говорю, потому что в остальных местах такого вкусно баранины, именно баранины. Здесь обалденная она баранина. Так, вдруг едите. Ну и суши, понятно, вы, наверное, любите. Там суши тоже здесь. Обязательно. Не обязательно. Но баранина вкусная. Так, друзья, продолжаем наши... А, вот они, эти военные корабли стоят. Они, получается, не только с той стороны, но и с этой еще. Такая вот прогулочка у нас морская. Средиземное море становится все красивее и красивее. Темного. Там. Темного. denа. Торний врагулл하는 мостый Новый. Карл internacional. Наши комментаторы замолчали, ничего не говорят В принципе, что они говорят, непонятно, но все равно было интересно А, мы же развернулись, точно Мы развернулись, сейчас в обратную сторону едем, получается Мы же ездили в ту сторону Все верно В общем, показали нам это место Просто получается так Снимем, что там находится Вон там И едем обратно В общем, в общем, показали нам это место Это место, которое запрещает Ванлета от Луриана Это считается, что это самый лучший Мен-мейн джей в Европе Их было построено В 16-м веке В первую очередь В этой стороне находится Грабен Ванлета Вон Миряна третий. Миряна думает, что он самый крупный рабочий в Европе. Он был в 16-м году от туркских славян. Сама эта Мальта очень много раз передавалась разным государствам. Правили здесь и французы, и англичане, и римляне еще в старые времена. В общем, очень много людей, кто здесь правил государством. И в конце концов, только в прошлом веке, в 20-м веке, она стала как бы независимой и стала уже сама по себе Мальта. Несмотря на это, здесь, естественно, английский язык. Все говорят на английском языке именно поэтому здесь. Последние исправители, насколько я понимаю, это были англичане. Выгнув француз, пришли англичане и научили всех говорить на английском. Мы сейчас начали путешествовать в этой красивой городе. Это, в конце концов, город Морта, Бандертан. Я рассказываю про эти вещи. Жалко, что на русском не говорят. Когда на автобусе берете, по которой мы сейчас едем, он входит так же и в автобус. Трудой стоит 15 евро. 15 евро платишь и можешь целый день ездить на автобусе по разным направлениям. И так же второй день вот этот входит в круиз. Это по родам. На автобусах русский язык есть, а на пароме у него уже русского языка нет. В этом году, если кто-то понимает по-английски, все нормально. Гринстагин из 1566 на плане франциско Ламарелли. Один журен Микеланджелус. Довертик, ставьте антожс, а на артизи шляху Макасар как на автобусе по автобусе. Вот это вот так называемые, можно сказать, тоже каменистые пляжи, хотя здесь, конечно, никто не купается, потому что здесь чуть-чуть поглубже, но вообще здесь на Майкте есть вот такие каменистые пляжи, есть песочные пляжи, и они небольшие, то есть это нормально вот идти вот на такую штуку и разложить все. Также на вот таких вот штуках очень часто не просто купаются те, кто хотят купаться, а приходят, делают там барбекю, делают, ну это типа шашлык, вообще делают барбекю, просто сидят отдыхают, не обязательно купаются, то есть бывает так, что одни купаются, другие отдыхают, третий пьют, четвертый, готовят, едят, с детьми, так вот собираются. Пляжи недавно стали наконец-то чистыми, потому что когда сюда были, пляжи были очень грязными, ужасно грязными, все было за вкусами, и очень сильно воняло. Видать, это сезон начинается с 1 мая, и с 1 мая, насколько я примерно понял, они решили все убрать, все почистить, и сейчас пляжи выглядят очень хорошо, просто все чисто, все красиво. Впереди у нас какой-то этот разведчик-испытатель. Решил направо рулить, чтобы под винт не попасть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... в 1552, с инфекцией «отомена-турки» в Инженерии. Это был построен на дизайне Петро Пардо, как инженер. Сегодня, это спортовазы, Мюземы и Академии. И военная часть, насколько я понимаю. Я думаю, что это спорта, что в 1410 году, и в 1552 году, в 1552 году, было построено, что в 1552 году, в 1552 году, было построено. В 1552 году, в 1552 году, А, вот это полицай Академии мы поняли, даже на немецком. Маяк. Тут у нас сидит капитан. Судно двухэтажное. Какой-то интересный такой мост. Очень длинная эта дорога идет, но через мост и потом маяк стоит и все. Что у нас там интересного? Это маяки. Маяки сточают. Маяки сточают. Маяки сточают. Маяки сточают. Маяки сточают. Маяки сточают. Продолжение следует... Пошел на Брау. Сейчас будем изучать вот эту часть. Буду рассказывать. Продолжение следует... 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 Из-за того, что можно увидеть три страны, известные три исторические города, которые были Сенглея, Коспиква и Викториоза. Три города? Сенглея, Коспиква и Викториоза? Три города? А, называется это, да? Из-за того, что они делают? Что они делают? Грузы какие-то, что ли, разгружают? Может, это разгрузочное, я думаю, скорее всего. Ага. Вообще она какая огромная. Слышно, они как в воде. Да, да, да. Сюда сюда ходят эти... Грузовые паромы на город ходят. Сюда приходят. А вот, видишь, какие-то линии? Да? Написано? Ну, вон, на синем, справа. А, да, да, точно, на пароме это. Вон, солдатские. Солдатели. Сейчас. А, да, вот эти солдатские. А, да, вот эти солдатские, которые... Притом, смотри, на них английский флаг стоит. Давай, пока, привет. Привет, привет. Машут. Так, ну что, военно-морской флот, что там? Сделайте мне что-то. Вот они занимаются поиском нелегалов, проникающих сюда. Вон, что-то машут, смотри. Машут нам. Я так понимаю, они занимаются тем, что только машут. Они, смотри, они что-то репетируют, они тренируются. Да, какой-то тренировок. Точно, точно, тренируются они. Ну, мчаками биться. Да, да, да. Ничего себе. Может, они какой-нибудь разучивают бальные танцы? Ага. Не просто так там отдыхают. О, смотри. Видать, нелегалов как надо бить, смотри, вот так вот. Нелегалов как надо бить. Управляют дубинками как. Все, закончил. В 18-м веке. Они бывали в Соруме, называли «Найт Сент-Джон». Большие из них знали, что наши магазины и рестораны. Это построено было специально, чтобы были магазины здесь. Ага. А, набережная такая. Там до сих пор магазины и рестораны. Ага. А это, смотри, тоже лодка какая-то старая. Дубна написано. А, вон, российский. Да, да, да. Дубна. Вообще сила. И кастрюлю. Да, да, да. Такая развалюшка конкретная. Хорошо еще ходит она. Посмотри, она внутри какая ржавая. Да, вообще прикольно. Не курить там. Не курить там. Не курить. Очень буквально. Ага. Да. Такие вот здесь движения интересные происходят. Вот это вся, получается, набережная. Вон она. Или вот этот торговый ряд, как бы, видишь, идет. Это он, получается, специально построен. Это торговый ряд с разноцветными окнами. Ага. Да, да, да. Специально построен для тех, кто приезжал на баромах, кораблях, закупаться. Ага. А, вот здесь таможня проходит. Таможня здесь проходит. Все понятно. Да, интересные движения тут. Гримальди Вайнс. Мы сейчас перейдем в первую очередь, и там есть дути-при. Да? Где-где? А, да, точно. Ну, если турист из России дути-при прошел, то, знаете, все нормально. Трезвый, если вышел оттуда, все хорошо. Например, здесь, в Монте, у нас есть Марса Кшет-хабер, это хабер, который мы были в предыдущем. Мы также имеем Марса-шлок, Марса-скала, и Мингосу Марса-фон. В Сисели, там, есть Марсала, Марса-мэми, и Франс, Терез Марси. Марса. От Марса что-то означает. Что такое Марса? Марса? Я прослушала? Ну, Марс может, нет? Ну, или что Марсель во Франции. Ага. Здесь Марса-фон, Марса-фон, Марса-а. Ну, есть же Марсовое поле. Может, тоже с этим связано? В Питере, точнее, в Париже, в Питере вроде. Марсовое поле. В общем, что-то... с этим Марсом. Мы сейчас в первом бухте из большого бухта, Марса-бухта. Марса-бухта. А, Марса-бухта. А, Марса-бухта. Тоже самое только... Почему они на русском, интересно, говорят? На немецком языке. Не, ну, здесь много все-таки русскоговорящих. Каптен Морган. А, Каптен Морган. 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 Понятно. Морган по ненецки. А, Янтвайн по ненецки заливаю. Вот такой строй. Ага. Вообще, прикольная лодка. Это между Мальто и Сицилией. Вот эта ходит, да? Ага. Может, вот на этой поедем, на Сицилию? Ой... А смотри, какая... Можно снизу прицепиться и поехать. Вообще, прикольная лодка. Всего лишь час с половиной до сети на этом патамаране, еще есть патамаран, ну пока у него форма, видишь, вот так вот. Очень интересный. Какой страшный. Прикольно. Жан Дали Валент. Что-то жарковато очень становится. Тут так много вот с этой стороны, там где-то и города, очень много всяких стопотных вещей. А сейчас он, видишь, разворачивается, в ту сторону будет показывать. Точнее, не то, что показывает, а мы будем ее уже видеть с этой стороны. Так, а вон там что у нас получается тогда? Это же получается Валетто, как бы продолжение, нет? Я знаю, Флориано. Флориано, как бы от Валетто отходит. Угу. Продолжение Валетто. Тут все вместе, все смешано. Тут трудно понять, даже когда по этой набережной. Набережной идешь один от другого. Все скоро уже провалится. Ага. Странно, что он еще не провалился. Вот-вот и у нас наступит крышка, он пойдет в окно. Может он там на чем-то стоит? Электрическая станция? Электрическая станция? А, вот эта? Что-то она не выглядит. Как электрическая станция. Может не эта? Эта? Электрическая станция? Очень интересная. Очень интересная. Электрическая станция? Может он с Таиланда доплыл сюда? Угу. Или это вот он, нелегал, видишь, проник? Нелегал. Эти там... Эти там... Так, друзья, поплыли обратно. А когда на море качка-качка, и бушуют урага, и ходили... Булет-то у нас, друзья, вон там. Как вы уже поняли, здесь у нас вон там даже, да. Здесь у нас другая вот эта. Трое горьи, трое горьи идёт. Вообще, эволентная. Она здесь у нас срывается. Идёшь немножко. Найти там какую-то границу. Нет, просто идёшь, идёшь, попадаешь с одного места на другое. Так, пойдём на первый этаж. Прогуляемся. Спасимся. На первый этаж. Так, сейчас посмотрим, как у нас тут обстановка. А когда на море качка-качка, и бушуют урага... А вот здесь какой-нибудь. Хотя здесь неудобнее. Возвращаемся назад. А вот так... Возвращаемся назад. О. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Снова вот этих заливов, вот так и все идет земля. Здесь я тут камень, все из этого камень. Интересно, у них вообще просто красный кирпич, вообще делаются ними на заводе обычные, как мы понимаем, обычные. Они же у них только это, хотя бы даже для разнообразия, скажем так, для оригинального стиля. Все в этом стиле, да? Ну да, тоже прикольно. Вот здесь тоже можно лежать. Если здесь можно было спускаться, как-то они здесь бы сюда проходили бы загорали. Вот здесь, ага. 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 Ага 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok